Здравствуйте, мои дорогие друзья и самые лучшие на свете зрители! И поздравляю я вас с началом осени! А я сейчас завтракаю в последний день лета и завтракаю в своей любимой льняной каше с голубикой. Ну, вообще использую по сезону фрукты. А вот интересно, как же завтракал Николай II? Какое же было его любимое блюдо на завтрак? Давайте узнаем! И вот самые любимые блюда императорской семьи. Торт Виктория, золотистые сырники с малиновым вареньем, гуревская каша. И вот вы видите торт Виктория, золотистые сырники с малиновым вареньем. И вот гуревская каша. Ливодийский дворец – самая любимая резиденция Николая II и его семьи, доставшаяся им от Александра II и Александра III. Здесь Николай проводил часть лета и начало осени. Но здесь Николаю II приходилось решать вопросы государственной важности. Благодаря благодатный климат Крыма, роскошная растительность – этим отличается это место. Династия Романовых превратила их Крым в элитный курорт российского государства. Мне в прошлом году посчастливилось быть в Ливодийском дворце. Я восхищена не только самим дворцом, но и парком, окружающим его. Кстати, Крымская Ялтинская конференция руководителей правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции СССР США и Великобритании, проходившая с 4 по 11 февраля 1945 года, связана именно с Ливодийским дворцом, ставшим место проведения официальных заседаний. Вот что записал Николай II 5 октября 1913 года в день тезеименинства наследника Сесаревича и великого князя Алексея Николаевича. Погода стояла немного теплее. Алексей получил утром подарки в нашей спальне, погулял. В 11 часов на площадке перед домом произошел церковный парад всем частям Ялтинского гарнизона. А затем производство корабельных гардемарин в Мичманы. Завтракало около 160 человек в столовой. Снимался с Алексеем и группой молодых Мичманов. В 2 часа разговоры окончились, переоделись и пошли на теннис. После чая дома приняли Григория, который остался до половины восьмого. Эскадра зажгла красивую иллюминацию, что при полной луне и тихом море представляло замечательное зрелище. Вечером поехала с дочерьми в Ялту, до Мола, посмотреть эту картину поближе. И сегодня мы с вами готовим золотистые сырники с малиновым вареньем. Сырники с вареньем были излюбленным блюдом Николая II. Готовили их при дворе по старинному русскому рецепту. То есть обязательно из самого жирного творога с добавлением изюма. Ингредиенты Творог 300 грамм, мука 3 столовые ложки, яйца 1 штука, изюм 1 столовая ложка, растительное масло 4 столовые ложки, сметаны 100 грамм и малиновое варенье или джем. Приготовление Изюм перебрать и промыть, творог протереть через сито, добавить половину муки, вбить яйца, добавить изюм и сахар, посолить по вкусу и хорошо вымесить. Раскатать в батончик толщиной 5-6 сантиметров, нарезать кусочками поперек, обвалять в оставшейся муке и сделать сырники в виде круглых пяточков, сплюснутых с двух сторон. Масло разогреть в скороде и обжарить сырники до золотистого цвета, выложить на большое блюдо, дать слегка остыть и смазать каждый сырник сметаной. Сверху на сметану положить по одной чайной ложке малинового варенья. Все точно сделала, но малину у меня, к сожалению, не было, поэтому я решила ее заменить клубникой, сделать протертую клубнику. Сейчас протру клубнику с сахаром с помощью блендера, используя мне пиало с сахаром из песочного, а тарелочка с дулевым. Я буду использовать такую вазочку, я думаю, многие ее знают, она все-таки сейчас встречается, здесь ничего нету. Да, она довольно-таки старенькая и очень красивая, как цветочек. Ну, посмотрите, какой цветок изумительный. Вот, все, моя дорогая, я сделала сырники по рецепту Николая II. И чем они отличаются? Там изюм в них есть. Ну, а вместо варенья у меня клубничная такая вот вещь. Ну, что варенье летом, да? Так что я тебе... Давай приступим к чаю. Приятного аппетита! Это замечательная книга. Авторы дают прекрасный экскурс в историю российских застолий. От древних времен до наших дней. А во второй части книги представлены старинные рецепты блюд из меню, по которым питалась последняя царская семья России. Также приводятся выдержки из дневников Николая II, писем, журналов, освещающие значение каждого дня, меню которого выбрали для этой книги в истории. Отдельные даны самые любимые блюда императорской семьи. Так что впереди нас ждут множество самых интересных рецептов блюд царской семьи. И первое, что вы увидите, это яблоки в меренге и валаваны. До скорой встречи, мои дорогие друзья! Всех люблю, обнимаю. Благодарна вам за все ваши комментарии. Обязательно отвечу. До свидания. Дорогая моя галочка! Я все внимательно ваши комментарии читаю. Ты в прошлом комментарии просила меня какую-нибудь композицию с рябиной. И вот сегодня у меня для вас композиция с рябиной. Продолжение следует...